Для нас необходима земля, потому что Оптина находится далеко от городских регионов, и нам приходится просто по необходимости самим себя содержать, вот трудясь на полях. И мы это делаем опять же не по своему рассуждению, а вот по завету преподобного Амвросия. То есть мы строим свою жизнь не по собственному рассуждению, а по послушанию старцам, которые промыслом Божьим поставлены иметь попечение над Оптиной пустыней, хотя их среди нас нет в телесном образе, но они, несомненно, пекутся о нас. Вот мы и построили храм в честь иконы Божьей Матери, испарительницы хлебов. Благородная Мария Господь тобою, благословенна ты в жена, и благословен Точева Твоего, я Господа Сародима, неси душа нашей. Первое, что нас подвигало к этому, это именно мысль, которую преподобный Амвросий вложил. То есть он велел написать образ иконы Божьей Матери, испарительницы хлебов. Указал день, когда праздновать, 28 октября. Удивительно то, что в этот день было погребение преподобного Амвросий, 28 октября. Как раз на день памяти, установленной им же самим памяти иконы Божьей Матери, испарительницы хлебов. Мы возымели по мысли, по заповеди преподобного Амвросия намерение жить и трудиться здесь, в монастыре, трудясь прежде всего на полях, уповая на покров и защиту Царицы Небесной, который преподобный наименовал спарительницей хлебов. По милости Божьей мы чувствуем, что покров Царицы Небесной над нами существует. Амвросия Небесной над нами существует. Амвросия Небесной над нами существует. Субтитры создавал Диана Семен Матери. Амвросия Небесной над нами существует. Амвросия Небесной над нами существует. Икона на Божьей Матери Спирительницы Хлебов написана в результате видения. Существует несколько, точнее, преданий, как была написана икона. Одно из них говорит о том, что старец Саморосий был в местечке Шамарда, недалеко от Уптины, где был основан женский монастырь. Существует бугорок или холник, как правильно назвать, где старец Саморосий однажды отдыхал. Стоял там удивительной красоты местность, вид открывается. И вдруг он и видел парящую в небе Божью Матерь, как она изображена на иконе. Она как бы вседала на облаке, распроцелив свои длани в сторону. Сеяние было из той великой, как мельчайшей гражданской камней, что старец, в виде ее такой еще и кротко-селебристый взгляд, пал на землю. И пребывал так, пока видение прекратилось. А потом, впоследствии, вы знаете, запросил Конописцев икону такую написать, изображающую это явление видения Божья Матерь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok